Официальная премьера мерседесовского 4-дверного купе CLS 3-го поколения на автосалоне в Лос-Анджелесе сняла почти все вопросы о машине. Почти, потому что фирма пока ничего не сообщает о 4-цилиндровых моторах, кроме того, что они появятся позже. Впрочем, каким будут эти четверки уже известно. Пока же новый CLS на модульной платформе MRA, известный по E-классу, дебютировал в трех версиях, исключительно с 9-ступенчатым автоматом и полным приводом. Две из них дизельные с 3-литровым двигателем OM656, который дебютировал на обновленном S-классе на версии CLS 350 D4MATIC. Он выдает 286 л.с. и 600 Ньютон на метр, а на модификации CLS 400 D4MATIC 340 л.с. и 700 Ньютонов на метр крутящего момента. Бензиновый Mercedes CLS 450 D4MATIC оснащен новой рядной шестеркой M256 объемом 2999 см3 с вспомогательным электрокомпрессором AZV, работающим в паре с обычной турбиной, и стартер-генератором EQBOST. Оба устройства питаются от дополнительной 48-вольтной батареи, номинальная отдача двигателя 367 л.с. и 500 Ньютонов на метр. Однако электромотор может кратковременно добавлять к ней при разгонах свои 22 л.с. и 250 Ньютон на метр крутящего момента. Кроме того, стартер-генератор способен заводить заглушенный двигатель после остановки или движения накатом и запасать энергию в режиме рекуперации. Свежий CLS первым из серийных Мерседесов применил новый дизайн, хотя в металле это направление уже можно было увидеть на концептуальном седане А-класса. Любопытно, что крупный Мерседес CLS отличается от компактной Ашки лишь деталями, более спокойными и элегантными вырезами в бамперах и менее агрессивной радиаторной решеткой. Зато задние фонари стали двухсекционными, благодаря чему доступ к багажнику прежним объемом 520 литров стал удобнее. В салоне же набор цитат из интерьеров других современных Мерседесов. Два дисплея размером 12,3 дюйма, один из них опциональный, и четыре центральных дефлектора вентиляции, как у S-ки и E-шки. Хотя сами дефлекторы в виде турбинных колес, как у купе и кабриолетов Е-класса. К тому же в них появились элементы подсветки. Задний диван, как и прежде, может быть как с двумя, так и с тремя посадочными местами. А по оснащению седан вплотную подобрался к флагманскому S-классу. В списке опций появилась система, которая дирижирует работы климат-контролем, ароматизатора, обогрева, вентиляции и массажа в креслах, контурной подсветки салона и аудиосистемы в одном из шести выбранных режимов. Вместо стандартной пружинной подвески можно заказать адаптивную, а ступенью выше – пневмоподвеску Air Body Control. Новая мультимидиа-система снабжена функцией «Офис на колесах» с возможностью проведения виртуальной конференции. Для смартфонов предназначена беспроводная зарядка и система интеграции Mercedes-Benz Link. Помимо адаптивного круиз-контроля с функцией трехсекундной остановки перед знаком «Стоп», подруливающей системой и активного контроля слепых зон снабжен системами смягчения бокового удара. Одна из них предупреждает о столкновении коротким рывком импульсом руля, вторая создает розовый шум для снижения акустической нагрузки. Первый показ нового седана Mercedes-Benz CLS в Лос-Анджелесе намного опередил начало его выпуска. Производство модели начнется только в конце зимы, а к европейским дилерам машины поступят в марте. В России новые четырехдверки ожидаются летом. Примерно в то же время начнут продажи в Китае и США, а у универсалов Mercedes-Benz CLS Shot & Break в новом поколении не будет вовсе. Спрос на них оказался низким настолько, что компания предпочла отказаться от такого типа кузова.